Всем огромный привет, добро пожаловать! Сегодня я просто решила записать такой домашний влог, просто показать вам какие-то свои новинки. Хочу сразу сказать, что вот некоторые предметы такие очень интересные, и если вы любите канцелярию, всякие блокнотики и так далее, то обязательно оставайтесь, я думаю, вы что-то для себя интересное найдете. В первую очередь хочу, наверное, начать с таких небольших приобретений и просто рассказать вам, вот, например, сушка от Сэшевит, да? Вы знаете, как я люблю Инстадрай от Сэлли Хэнсен, но тут, насмотревшись Таточку и Лиза Лонер, тоже решила, что, наверное, стоит попробовать, не зря о нем так говорят, в общем, наслышано много, хотелось бы попробовать. Напишите мне, пользовались ли вы этим средством, а я это средство попробую, обязательно вам сообщу, что же я думаю. Также наткнулась я на вот такой вот бальзамчик от Невея, наверняка вы уже о нем слышали, была волна на Ютюбе восторгов от блогеров, но я вот решила себе купить такой малиновый. Бальзам для купе я люблю, у меня их довольно-таки много, поэтому хочется попробовать какой-то такой от Невея. Я уже сразу вижу и понимаю, что носить сумочки я бы не буду, потому что как-то это не гигиенично все-таки, потому что туда нужно пальчиком как-то залезать, а для дома, для домашнего использования, я думаю, он вполне подойдет. Так, его мы отложим тоже. Вот такой интересный прибор, на такой интересный прибор я наткнулась. Так, выглядит это таким образом, в общем, это какая-то такая щеточка, прибор, позволяющая подстригать самим челку. Я челку иногда чуть-чуть подстригаю, потому что она у меня настолько быстро растет, что я не успеваю вот перед моим походом к парикмахеру, и она у меня нереально быстро растет, и иначе мне приходилось бы, наверное, вызывать парикмахера на дом каждые, наверное, две недели. Поэтому я иногда так чуть-чуть себе подстригаю, посмотрим, сделает ли вот этот прибор в мою жизнь легче, потому что, как я поняла, нужно как бы вставлять сюда волосы, челку, и она фиксирует челку, тем самым вы можете как бы ровненько себе подстригать ее. Ну, посмотрим. Если это будет действительно какая-то хорошая вещь, которая мне будет помогать в новом деле, я вам сообщу. Также ко мне тут пришла недавно коробочка от Birchbox. Я подписана на эту коробочку, и тут я уже писала у Славы в комментариях, по-моему, что для меня Birchbox это как хитин месяц, потому что один месяц мне очень нравятся эти коробочки, в другой месяц вот совершенно как-то, ну, может быть, один-два продукта и все. Кстати, тут очень такие маленькие продукты, то есть размеры не совсем большие, и как-то это немножко меня расстраивает. Я вот еще не знаю, наверное, месяц-два еще буду покупать их, а потом посмотрю, если найду какие-то лучшие у нас тут, то поменяю. Ну, в общем, в этом месяце Birchbox контактирует вместе с журналом Women's Health, и вот таким образом выглядит коробочка за январь. Давайте покажу вам, что внутри. Коробочки я эти всегда храню, и в каждый Birchbox идет вот такой вот как бы сумочке, и они тоже очень нужны и всегда пригодятся. И что же у нас там внутри? Первое, что у нас тут есть, это различные карточки, то есть какое-то супер-предложение от журнала Women's Health. Мне нравится иногда хранить карточки эти для файлов акса, или для еще чего-то, потому что они бывают такие очень симпатичные. Дальше идет, собственно, описание всех продуктов, которые тут находятся. Тут, в принципе, написана их полная цена, и что это такое, и как это использовать. Вот так это выглядит. Также тоже идет какая-то книжечка. Так, первый продукт. Это у нас Pilates Band. Это, то есть, какой-то такой вот, не знаю, как называется, бэнд для занятия Pilates'ом. Это, собственно, написано Brunchbox и Women's Health. Так. Также тут идет такой небольшой Empress Matcha Green Tea, то есть зеленый чай какой-то. Интересно будет попробовать, потому что я никогда не пробовала вот такого рода натуральные чаи. В общем, попробуем. Так же идет у нас Active Bath Cooling Finish Lotion. Это отличный лосьон после занятия спортом, что он освежает, должен давать такой cooling эффект. В общем, попробую как-нибудь. Посмотрим. Ну, размер, как видите, сколько тут, 20 миллилитров, не такой большой. Дальше тут у нас идет такой вот, такая вот малюточка совсем, посмотрите, какая маленькая. Называется это Heal Gel. Это очень дорого, полный размер. Стоит 37,50. В общем, как-то он должен восстанавливать вашу кожу, какие-то там силиконы, какие-то органические силиконы он содержит. В общем, как я поняла, нужно наносить на какие-то поврежденные участки тела, кожи. В общем, как-то должен он суперски восстанавливать. Так. Тут у нас есть Philip Kingsley Bodybuilding Conditioner. Помните, я вам показывала в своих покупках, в подарках, что мне подарили на Новый год? Philip Kingsley фирма. И тут вот какой-то Bodybuilding Conditioner. И остались тут два продукта, которые вот, наверное, больше всего меня впечатлили. Давайте начнем с вот этого. Рен. Это Glycolic Mask. Масочка, ну вот эта знаменитая от Рен. Я обожаю Рен. Вы это знаете. И я очень рада, что именно это мне попалась. Масочка тут. Тоже очень здорово будет ее еще раз попробовать. Я ее пробовала. Она классная. Она очень здорово. Как сказать, отшелушивает, восстанавливает, отшелушивает, очищает кожу, я бы сказала. Да. В общем, здорово. Это круто. И тут же еще полноразмерный у нас размер блеска для губ от Stila Lip Glaze. У меня он в оттеночке Glimmer. Я не могу сказать, что это прям какой-то суперский оттенок. В нем есть небольшие блесточки. Это такой... Я бы сказала, что для меня это, наверное, больше нюд. Я бы очень хотела, чтобы мне попался какой-то такой малиновый, более яркий, но этот... Я не уверена в какой-нибудь текстуре, но этот я наверняка буду использовать поверх какой-то помады. Не как индивидуальное средство, а, возможно, поверх других помад. Теперь для всех маньяков, констоваров, как и я, хочу показать свои такие небольшие приобретения. В первую очередь хочу показать вам свой новый блокнот и, собственно, чехол для телефона. Посмотрите, как это здорово выглядит. Я не знаю, почему, в принципе, зеленый и розовый это мои два самых нелюбимых цвета, но почему-то вот тут они мне очень нравятся. Как-то это ярко, красиво. Чехол, собственно, он сам вот такой вот. Вот мой телефончик. К сожалению, он не закрывает вот эту верхнюю часть телефона, поэтому наверняка как бы долго он мне не прослужит. Он такой матовый, немножко мягенький по текстуре. Блокнотик, он вот такой. Размер я точно не уверена, какой он. Он такой, знаете, маленький очень блокнотик. Вот. Собственно, тоже небольшой для каких-то записей, возможно, к сожалению, еще поглядя не знаю, как я буду менять, но он у меня точно не пропадет, потому что он очень симпатичный. И да, кстати, набор этот из магазина New Look. Я также купила себе вот такие вот бумажки, это как листочки. Они здорово подходят для моего FileFax, потому что они небольшие. FileFax у меня в размере Pocket, поэтому, в общем, здорово, мне кажется, можно прикреплять на мою еженедельную краничку FileFax и записывать, что мне нужно сделать, какие-то reminder, urgent, soon, sometime. в общем, такие самые обычные, но чем-то они меня привлекли, наверное, своими вот этими тонами. Я задумываюсь над тем, чтобы начать вести свой письменный блог, и, конечно, для этого это еще один хороший повод, чтобы купить какой-то блокнот, собирать. Я выбрала вот такой вот себе блокнотик. Это все очень красивая вышивка. Смотрите, как красиво выглядит, и сам материал он такой необычный. И, собственно, внутри у нас просто обычные такие странички. Тут какой-то рисуночек, я думаю, для каких-то записей. Мне чем он понравился, что он вот так вот открывается, и им легко писать. Знаете, есть такие блокноты, которые как бы вот так вот их или так, или так, а этот прям хорошо очень открывается. И бумага тоже такая, она и белая, и плотная. Мне, в принципе, это понравилось. И что-то тут на меня проперло, что я хочу попробовать делать какие-то необычные картинки. Я лазила долго по Пинтерест и искала разные картинки. В общем, решила, что я хочу рисовать акварелью. Какие-то просто не то, что рисовать, я не умею рисовать, но просто делать какие-то красивые картинки, для этого мне нужен был какой-то блокнот с белыми листами. Нашла я такой самый обычный черный блокнот. Я его наверняка оформлю по-другому. И что мне нужно было? Мне нужно было, чтобы были обычные плотные белые листочки. Поэтому блокнот для рисования. так, так же это очень скучно, ну, просто карандаш простой. И вот, что интересное тут. А, собственно, интересное тут, это вот такой вот маркер, знаете, называется Sharpie. Там было целый набор, но я пока взяла вот металлической коллекции, именно вот в таком вот оттенке Sharpie Tip Down. Вот именно в таком оттенке. Он такой, знаете, бронзовый какой-то. В общем, как copper. У меня рамка в комнате и некоторые предметы тоже в этом цвете, поэтому мне понравилось. Здорово им будет, мне кажется, по черной бумаге рисовать. Ну вот, девчонки, надеюсь, вам понравился такой небольшой влог. Просто, знаете, хотелось поделиться я обожаю всякие констовары, блокнотики, ручки, фломастеры. И я, конечно, уверена, что из вас тоже есть такие девчонки, которым это все нравится. Напишите мне, что вы думаете о таких видео. Нравятся они вам? Или, ну, есть ли какой-то смысл записывать их, потому что я не хочу снимать отдельное большое видео и показывать вам это. В общем, да, надеюсь, 2015 год будет креативным. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока!